Железногорск Мне очень нравится эта идея, прям суперская. Это очень классно, когда все собираются в одном месте, выпускники, и все вместе идут, когда все такие красивые, накрашенные девчонки с прическами. Это очень классно. На самом деле, я не верю, что наступил этот день, когда я выпускаюсь из школы. Блин, это очень классно, мне очень нравится. Я в восторге. Праздничные мероприятия начались с торжественного шествия выпускников по главной улице города. Нарядная колонна выстроилась на аллее звезд, пешеходной зоне, расположенной в самом начале улицы Ленина, около входа в городской парк, где на асфальте в форме звезд запечатлены самые значительные и памятные даты, связанные с историей города, имена выдающихся жизнногорцев. Это символично, что торжественное шествие начинается именно отсюда. Происходит незримая связь времен, истории и современности, прошлого и будущего, мудрости и юношеского максимализма, опыта и времени проб и ошибок. Ровно в 19.00 под звуки военного духового оркестра воинской части 33-77 колонна из 450 выпускников, учителей и руководителей всех общеобразовательных учреждений Железногорска начала свое торжественное шествие по улице Ленина в сторону центральной площади города, площади Ленина. Красочное шествие придавали не только яркие наряды выпускников, но и украшения делегаций, флаги, эмблемы школ, разноцветные воздушные шары. Родители, родственники и друзья выпускников, горожане и все остальные приветствовали колонну по ходу ее движения и сопровождали до площади Ленина, где теперь уже вчерашние ученики построились на свою последнюю торжественную общегородскую линейку. На парадном крыльце Дворца культуры почетные гости праздника. Глава ЗАТО город Железногорск Вадим Викторович Медведев, исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО город Железногорск Сергей Дмитриевич Проскурнин, депутаты Совета депутатов ЗАТО город Железногорск, руководитель управления образования Валерий Геннадьевич Головкин, директора школ. Сегодня непростой вечер, он у нас с вами выпускной. Начинается новый этап жизни. Собственные решения и своя личная ответственность, какой путь вы выберете. А путь у вас будет, я уверен, большой и светлый. Особого поздравления удостоились 56 выпускников, награжденных медалью за особые успехи в учении. Я хочу видеть и надеяться в том, что воспоминания о сегодняшнем дне, воспоминания о школьной жизни, воспоминания о ваших учителях надолго будут в вашей памяти. Пусть у каждого из вас в этой жизни сложится все, что вы себе задумали. Я желаю вам длинной, счастливой жизни, наполненной чудесными событиями. Добрый путь, выпускники 2016 года! Участники и зрители торжественной линейки стали свидетелями концерта, подготовленного творческими коллективами Дворца творчества детей и молодежи, образцовым ансамблем «Сибирята» и образцовой студией «Берег детства», а также вокальной студией «Созвездие мечты» школы номер 90. Пусть зима будет нежной, а не на жарке. Любовь будет нежной, а солнце ярким. Побежете, дините назад. Пусть зима будет нежной, а не на жарке. Побежете! Пусть зима будет нежной, а не на жарке. Мир сохранить, сроки не жить, Побять у долгой войны почтить. По традиции, выпускники школ исполнили очень трогательный и волнующий прощальный школьный вальс. Дорогие выпускники, приглашайте своих учителей на последний школьный вальс. Завершилась праздничная линейка с запуском воздушных шаров, с поздравительным вымпелом, а также торжественным шествием выпускников по площади Ленина. Состоятся в профессиональном и личном плане. Особых успехов достигли гимназисты в спорте. Шумилов Роман, Чумичкин Артем, Селезнева Алиса, Цукман Екатерина, Петеркина Ксения. Движение делегаций, мимо импровизированной сцены, сопровождалось радиотрансляцией об особых достижениях и успехах выпускных классов. Звучали имена самых талантливых выпускников. Неоднократных призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Ощепковой Полины, Ломакиной Эльвиры, Жабокритской Ольги. Финалиста конкурса юных поэтов от Госкорпорации «Росатом» Кошевой Александры. Победителя Всероссийского конкурса сочинений Горецкой Анны. Десяти обладателей золотого значка ГТО. Неоднократных победителей российских и краевых спортивных соревнований. Активных участников мероприятий для талантливых детей, организованных в рамках проекта «Школа Росатома». Знаете, мне городской парад очень понравился. Были интересные и достаточные номера. Ребята показали, что они умеют. Эмоции это, наверное, не описать, потому что это в первый раз. Мы прощаемся со школой. Такого больше не повторится и какие-то незабываемые эмоции. Во-первых, переполняют чувства. Разные. И слезы, и радость. Главное, успех, радость. Это самое первое, что возникает. И главное, те достижения, которые он достигал в течение года, переполняют. Я считаю, что это очень хорошая идея. Во-первых, это увидеться со всеми знакомыми, посмотреть на город, чтобы город посмотрел на нас. Это, опять же, развитие молодежной политики, я считаю. Это подчеркивает торжественность праздника. Мы все чувствуем радость, волнение. Страх перед будущим. Сейчас мы, что-то подошло к концу. Да все отлично. После общегородской торжественной линейки в школах города прошли церемонии вручения выпускникам аттестатов о среднем общем образовании, похвальных грамот и дипломов. 88 баллов по профильной математике, при этом скромная, дружелюбная и искренняя девушка. Хотелось бы выразить вам слова благодарности за все то, что вы делаете для нашей гимназии. Ведь именно благодаря вашим стараниям мы знаем школу именно такой, какая она есть. Эмоции смешанные. Это грусть, конечно, потому что выпускаешь родных детей, с которыми был 11 лет. В то же время эмоции радостные. Дети подросли, и это нормально, то, что они вылетают из своего гнезда. Им пора видеть собственное гнездо, и мы им в этом только помогаем. Я знаю, что к этому пароду готовится весь город, и люди даже отпрашиваются пораньше с работы, чтобы уйти на улицы города и посмотреть это шествие. Потому что очень красивые дети, красивых платьях. И у детей есть возможность всему городу себя показать и предъявить. Но само действие на площади – это тоже городского масштаба события, потому что всегда очень хорошо организованное, когда чувствуется лучшее из лучших, когда вот этот парад школ позволяет поделить себя всему городу. Родители выпускников, награжденных медалью за особые успехи в учении, получили именные благодарственные письма главы ЗАТО и главы администрации города Железногорска. Уходит, наверное, целое поколение школьников, которые становятся новыми строителями нашей замечательной страны. И поэтому я счастлива, что сегодня наша 101-я школа выпускает замечательных 25 школьников, которые будут строить наше будущее. Неофициальная часть выпускных вечеров проводилась по инициативе родителей за пределами школ. А утром выпускники, не испугавшиеся ни по летнему затяжного дождя, по традиции встречали рассвет на берегу городского озера. Встреча рассвета после выпускного – это не только романтично и красиво, но еще и очень символично. Восход солнца – как начало новой, неведомой взрослой жизни, отправная точка самостоятельного и ответственного пути. Добрый путь, выпускники! Редактор субтитров А.Семкин